МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. В финал вышли пять команд, которые будут представлять Ульяновскую область на всероссийском хакатоне в Казани. Мы придумали систему контроля, когда за пациентом следит, образно говоря, его гаджет, смартфон или нечто подобное в природе. Поэтому мы сделали прототип, по которому врач может получать данные о выполнении пациентом его задачи. У нас на данный момент два проекта. Первое – это участие в цифровом прорыве, на который сейчас в финал мы попадаем. Здесь мы готовили приложение с геймификацией для того, чтобы решить проблему женщин, которые только-только родили ребенка и не знают, что с этим делать. Мы разработали следующее приложение. Оно объединяет в себе абсолютно все городские сервисы и предоставляет жителям удобный доступ. А сейчас данное приложение на стадии прототипа, и оно сейчас частично уже работает, и мы стараемся развивать его. Быть айтишником в Ульяновской области достаточно выгодно. Для компаний – налоговые льготы, для специалистов – льготная ипотека. По мнению губернатора, помощь командам и организаторам цифрового прорыва – вопрос конкурентоспособности региона. Считаю о том, что это хороший пример для всех. И для IT-сектора, и для реального сектора экономики, и для социальной инфраструктуры, социальной сферы, которая есть в Ульяновской области, о том, как надо правильно вести экономику, как надо правильно вести свою цифровую кухню, на которой готовить будущий продукт цифровой экономики. Участие в крупных конкурсах, по мнению губернатора, стимулирует к развитию и дает полезный опыт для участников. Тем более, что задачи регионального этапа касались здравоохранения и городского хозяйства. Через три дня ребята примут участие в финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ.